Девушки отдыхают Но ведь где-то же остались те, кто еще не подключился Опередите мистера-подключателя Свободный лайф 0 рублей за минуту на все номера лайф Без абонентской платы Стоимость путевки 500 Перелет плюс 250 Аквапарк плюс 30 Медицинская помощь плюс 1000 Страховой взнос от 4 долларов на 14 дней Медицинскую помощь оплатит Белгострах Добрый вечер, уважаемые друзья Добро пожаловать в Латвию В город Венспилс Где одноименный спортивный клуб На своем родном стадионе Олимпийский спортивный центр Так называется эта арена В матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов Принимает Борисовский клуб Очень хочу верить, что картинка вот-вот Обязательно появится Вы знаете, ну просто как назло Наверное полчаса, это уж точно До начала нашей трансляции Никаких срывов не было Телемост работал без проблем Ладно, не будем о грустном Как официально на сайте футбольного клуба Венспилс был назван этот матч Большое желто-синее дерби Дело в том, что абсолютно одинаковые клубные цвета У соперников Ну посмотрите, хорошее настроение У бригады арбитров из Словении Так атлетично сложенные, не правда ли Фактурные арбитры Кстати, главного-то судья Какие у него были пересечения с белорусским футболом 27 мая прошлого года Товарищеский матч Германия-Беларусь 2-2 Вот там рулил в нем именно Дарко Чеферин Цеферин Есть тут маленькое разночтение В произношении первой буквы его фамилии 41 год Словенцу С 2000 года он носит звание рефери FIFA В 2005 году попал в элитную группу арбитров Но на европейской клубной арене Работал он совсем немного Но посмотрел В прошлом сезоне в кубке UEFA На его счету были 4 матча Как это ни странно Футбольный клуб Венспилс У которого дынче уже 12-е еврокубковое участие Доселе ни разу не встречался с соперниками из Экс-СССР Ну у Батэ этих соперников, наверное, клубов 8 было Московская Локомотив, Белитская Дедама Кутаиская Торпеда, Крылья Советов Шарак, Нистру, Рубин, Зенит Об этом не случайно говорю Не зря мы отмечаем Есть какой-то все-таки свой подтекст Вот у матчей команд Из бывших экс-советских республик Напомню вам, что во втором квалификационном раунде Венспилс в начале дома выиграл у люксембургского Дюди Ларжа 3-0 Причем лишь на 79-й минуте команда Романа Григорчука Украинского наставника, который три года подряд Приводил Венспилс к победе в чемпионате Латвии Три года подряд признавался лучшим тренером в этой балтийской стране Так вот, лишь на 79-й минуте счет там был открыт Но потом все стало на свои места Ответный поединок в люксембурге 3-1 Также уверенная победа Венспилса Ну а то, что Орлы Виктора Гончаренко дважды по 2-0 Обыграли футбольный клуб Македония Вы это помните В прошлом сезоне, вы помните Вы не забыли, трех квалификационных раундов Было достаточно для того, чтобы определить Команду участницей основной сетки Лиги чемпионов Нынче система отбора изменилась Обязательно к этой теме в ходе репортажа Я еще раз вернусь Примерно 23 градуса Сегодня вечером в Венспилсе Небольшой стадион Всего лишь одна трибуна Вот, собственно говоря, там, где установлены телевизионные камеры 3200 зрителей она вмещает Лишь в 97-м году впервые выступал в чемпионате Латвии Венспилс был основан И первым тренером был команды наш Сергей Боровский Два сезона он там проработал Итак, в начале, естественно, не об этом Желто-синие цвета Ну, хозяевам Понятное дело Здесь отдан приоритет Они играют, так сказать, в абсолютно родной форме Ну и Наверное, несколько необычно для глаза Цветовая гамма Борисовчан И вот видим Хозяева поля А сразу вам скажу Что одно из сильных качеств Венспилса Ну, впрочем, и к Баты, можем эти слова вам отнести Это отменная реализация стандартных положений Клубу из Люксембурга, по-моему, 4,6 мячей Ну, тут, в конце концов, все в порядке Веримко разобрался Защитник не позволил сопернику приблизиться к своим воротам Есть несколько игроков, у которых, ну, как утверждают коллеги из Латвии Как узнал из разных других источников Завидные скоростные качества Ну, это пока самые общие черты, что ли К наброску портрета нашего сегодняшнего соперника Ну, все остальное чуть позже Саша Цилиншек, серб-легионер-защитник Тут, видели, выбил мяч за пределы поля Итак, давайте сразу о составах команд Не зря Роман Григорчук в преддверии матча говорил Что удивит Виктора Гончаренко Что впервые в таком сочетании выйдет его команда в этом сезоне на поле Вы знаете, беглый анализ состава Курземского клуба Убеждает и меня, что здесь, ну, есть определенные, что ли, инновации Итак, в воротах Андрей Павлов Хорошо нам известный Полгода он был в аренде в Солигорском шахтере Помним и недавний финальный матч Кубка Беларуси Где он уверенно играл Защитников таких железобетонных Представителей этого амплуа я насчитал всего три Справа, наверное, как обычно будет располагаться серп-легионер Седьмой номер Саша Цилиншек Слева восьмой номер Денис Качанов Ну, была там опасная игра Прямая нога, да И нужна помощь нашему игроку Сергею Кривцу там досталось Ну, вот как раз пока был срыв картинки Здесь давали повтор эпизода И действительно травмоопасно Шел в этот стык один из футболистов венскался 101-18 номер Павел Михадюк Итак, три игрока 100% линии обороны Часто в этом сезоне Ну, впрочем-то совсем недавно Многоопытный Виталий Астафьев Рекордсмен В Европе лишь один футболист Больше его играл за национальную сборную Хорошо там знакомый Виталий Астафьев Перешел до Зирижского Олимпа В сконту у него 8 титулов чемпиона Латвии было Итак, в центре полузащиты Жду, буду действовать Третий номер Виталий Астафьев Пятый капитан наших соперников Евгений Космачев Точно фланговые игроки полузащиты Четвертый номер Юрий Жигаев У него отменные, поговариваю, скоростные качества Чаще он играет у левой бровки Справа 15 номер Григорий Чиркин Но в позиции правого полузащитника Может сыграть и Игорь Цыгрлаш Молдавский легионер У него 22 номер на майке Вот, кстати, в этом эпизоде мы его на фланге и видели Но Цыгрлаш может действовать и в атаке Где уж точно займет место Главный бомбардир, опытный игрок Отменное голевое чутье Выбор позиций Девятый номер Витц Римкус И юное, ну относительно юное дарование Андрей Бутрик У него на футболке 32 номер Он, надо полагать, также будет играть туда Поближе к линии атаки Виктор Гончаренко, ну, наверное, в известной мере Также удивил своего коллегу Сегодня у нас на поле одновременно с первых минут Два нападающих 20 номер Виталия Родиона Возвращение Виталия в стартовый состав И 15-й Максим Скавыш Помните вы, да, с Македонии Был у нас один ярко выраженный Ярко выраженный форвард Скавыш Ну и Сергей Кривец Который вновь тут в центре нашего внимания Оказывается, как мог, Максиму помогал Сегодня 15-й Максим Скавыш 20-й Виталия Родиона С первых минут на поле Сергей Веремко В воротах линия защиты, надо полагать, не претерпит изменений Справа налево Четвертый Игорь Шитов 14-й Артем Радьков Третий Сергей Сосновский Пятый Александр Юрьевич Второй номер капитан команды Дмитрий Лихторович В центре полузащиты, помните, да, Александр Володько В матчах второго квалификационного раунда Тут ему составлял компанию с первых минут В полузащите также Ну, это пока все Семечки, естественно, для Веремко Даже не останавливаюсь Не прерываюсь Называть состав Итак, также в полузащите 22-й номер Игорь Стасевич 13-й Павел Неханчик Надо полагать, они будут Располагаться На флангах Ну, и о том, что Сергей Кривец Тут поддерживает Скавыша Родионова Я уже вспомнил Но это такой беглый, может быть, и Излишней поверхности взгляд на составы Присмотримся, дай бог Определим Если у кого-то будут иные задания Иные позиции на поле Итак, седьмая минута Первого тайма Ворота Сергея Веремко Слева от нас с вами Ну, вот такие черно-серые Как? Не Обозначаю симптомы Нет симптомов Дальтоника у меня Когда такие Называю вам Цвета в форме Нашей команды Победитель Третьего коллекционного раунда Вот из этой пары Не утомляю вас тут Деталей много в критериях отбора Говорим конкретно про Противостояние Венспирса и Бате Победитель этой пары Выходит в плей-офф Лиги чемпионов Команда, которая по сумме Двух матчей здесь уступит Выходит Также в плей-офф Но уже Лиги Европы Не забыли Так теперь называется Кубок УЕФА Так, все Все пункты Критерии отбора Сразу не сообщаю Мы это По ходу дела Наверное, будет более доступно А кто и так знает Наверное, эта информация Совсем не нужна Ну, может быть, меня удивило Что молдавский вундеркинд Поговаривают уже 4 года Скауты Барселоны За 20-летним молдаванином Александром Дедовым Внимательно смотрят Сегодня его нет даже В запасе Итак, еще раз напомню В желтых футболках Сидих труцах Кто-то, может быть, после рабочего дня Немножко И опоздал к началу нашей Прямой трансляции Так вот, в желто-синей гамме Футболисты Венскелса Цыгерлаш Смещается в центр Но тут Один в поле Не воин На сей раз оказывается И что с переходом Из обороны В атаку В позиционное нападение Кавалерийский Носковск Коду не получился Игорь Стасевич Оставил Жигаева за спиной Ну и слева Надо полагать Юрьевич Андрею Павлову Так любезно Отправляет мяч В руки Ну, Андрей Павлов Понятное для Болельщиков Да, наверное, и для Коллег по команде Партнеров Был тут едва ли Не главным Экспертом Отметил, что Батэ Это хороший вариант Для того, чтобы выйти В плей-офф Ну, правда, говорился 50 на 50 Все-таки шансы Похвастался Я уже побеждал Батэ Причем в Борисове Помните, да? 3-2 Шахтер выиграл Ну, а потом У Батэ Последовала Пяти-матчевая серия Победная Где команда Не пропустила Ни одного мяча В чемпионате Белоруссии В Лиге чемпионов Ну, и Добавил, правда, Павлов Что в том матче В Борисове Шахтеру сильно повезло Заметил, что Фланги Что любят И умеют Играть через крылья Так, и Борисовчане Хороший контроль мяча Стандарты Здорово Головой Ну, в самых общих чертах Но оптимизма хватало И у Григорчука И у его футболистов Там с интервью Тремя или четырьмя игроками Я познакомился И, как вы сами понимаете Батэ приводится В качестве премьера Батэ показал всем Что место подвигу Всегда есть Ну, не знаю Что уж там ужасного Делал Сергей Кривец Но арбитру показалось Что не без его Участие Игорь Цыгарлаш Оказался на Газоне На сей раз Фаля от хозяева поля Заканчивается Десятая минута Вот Виталия Астафьева Нам тут показывают Крупным планом Ну, конечно же Этого футболиста Не сомневаюсь Вы хорошо знаете 38 лет ему 8 титулов С конта 153 матча За сборную Латвию В мировом футболе Десятый показатель Ну, в общем-то Пока В первой Десяти минутки Ничего тут Согласитесь А, наверное Этого Многие из вас ожидали Серьезного Существенно Не произошло И Павел Нехайчик Что хотел Того и добился Заработал угловой Разыграли Борисовчане Ну, вот Игорь Стасевич Полагает, что Без фалатом не обошлось Посмотрите Каким красноречивым взглядом Ну, не знаю Что испепеляет Не испепеляет Но гипнотизирует Точно Ассистента Рефери Григорий Чиркин Противостоял ему Российский Легионер Может, его Отрядил Рован Григорчук В линию Защиты Но так он Воспитанник Московского Локомотива Тренер Ренат Белеридинов Небезызвестный Там у него был За молодежную Сборную России Поиграл Ростовский СКА Сибирь Ну, так Основное у него занятие Играть в полузащите На фланге Еще раз Приношу вам Понимаю От этого не легче Ну, и понимаете Мы тут абсолютно Ни при чем Вот За Эти Участившиеся Скажем прямо Срывы картинки Не открыт счет В первом матче Третьего Клиникационного Раунда Лиги чемпионов В противостоянии Чемпионов Латвии И Беларуси Ох, как замечательно Покатил Сергею Кривцу Который Показывает Что без касания Не обошлось И должен быть угловой Так и будет Ну, а мы с вами В праве посетовать Здорово Стасевич Одним касанием Но вот сразу Не удалось Пришлось там еще Потерять время На второе касание Внешней С стороной стопы Или с подъема Что суть дела Не меняет Бил кривец Очередной Наверное уже второй Если я ничего не зеванул А может и третий Угловой Но вот впервые С левого угла Это точно поле Выполняет Борисовский клуб Это наш защитник По-моему Сергей Сосновский Пришел в штрафную Андрея Павлова 19 туров Сыграно в чемпионате Латвии Ну, три суперклуба Прилично оторвались От конкурентов Лейпальский металлур 45 очков Такой же показатель У Венспилса И на очко Меньше у Рижского Сконта Динабург Издау Гавпилса Который идет Четвертым Имеет только 28 очков 10 команд Играют В элитном дивизионе Чемпионата Латвии Ну, в очередной раз Уже на подборе Здесь вблизи Своей штрафной площади Видим Явное превосходство Имеют футболисты Батэ Родионов Еще какой потрясающий момент У нашей команды Игорь Стасевич Кто будет спорить Имел хороший шанс На исходе 14 минуты Открыть счет Не очень удачно сыграл В центре защиты Венспилса Посмотрите Ну, как Неудачно действовал Павел Михадюк Да, по угловым Более чем ощутимое Превосходство Батэ По ударам По воротам Нет, пока у меня По другой конкретной статистике Но мы с вами Это и сами видим Понимаем Сергей Боровский А он был самым первым Из семи тренеров Венспилса Я у него подрисовался Ну, а как Вот одна трибуна И что там пейзаж Напротив Ну, вот Десять лет назад Там была труба Котельная И он сказал Что очень во многом Это все напоминало Пейзаж Пламенный привет Городу Солигорску Который нередко Мы наблюдаем Когда ведем Телетрансляции оттуда Ну, вот видим Что тут изменилось Какие-то Зеленые зоны Какие-то Возникли Ну, вы знаете Это настоящий Олимпийский спортивный центр Многофункциональный Спортивный комплекс Тут и баскетбольный зал Трибуду больше чем На три тысячи Легкоатлетический Манеж И хоккейный комплекс Милатрек И так далее И тому подобное Ну, вот, кстати Денис Качанов Вот и в том стыке Когда достало Сергею Кривцу Участвовал Тогда арбитр Его не предупредил Ну, а вот тут Вы видите О-о-о И как он там Помассировал Ахилы Дмитрию Лехторовичу Итак Позади четверть часа В этом матче Заметно веселее Симпатичнее Смотрится наш чемпион Вы правы Хотелось бы видеть И материализацию Этого превосходства Небольшой городок Нет и 45 тысяч жителей Портовый город Естественно Выход к морю Определяет его значимость Его важность Один из самых древних городов Латвии 6 августа Будет праздновать Уже 719 день Рождения Все Больше тут Какими-то Краеведческими Данными Воспочивать не буду Естественно У нас в центре Внимание Футбол Сергей Кривец Отдавал налево И вот уже Видим Контратаку Хозяев В поле Цигрлаш Там вбегал В нашу штрафную Вицеринку Смяч для него Не дошел Цигрлаш Нет положения Вне игры Судя по всему По крайней мере Из Минска Так мне кажется И Юрий Жигаев Видим тут как Раздосодован Раздосодован Да Ну давайте посмотрим Выиграли Барьб Да В центре защиты Наши там Немножко Подзадержались Овсадная ловушка Не захлопнулась И вот Такой проникающий Пас Ну не правда ли Едва ли мы Такую не первую Более-менее Острую атаку Юрия Жигаева Которую завершал Юрий Жигаев Год назад Его кстати Сватали Випсвич Совсем Миниатюрный Игрок 166 Сантиметров Его рост Ну Говорят Очень такой Классный Исполнитель Штрафных ударов Ну по ходу Дела естественно Знакомимся И с отдельными Игроками Кривец Со своей Половины Поля Вот туда К самой Бровке Делал Передачу На Игоря Стасевича Лехторович Его без Без труда Узнаем По капитанской Повязке Ну не очень Контрастно Не правда ли Номера тут Выглядят На майках Борисовчан Выход следующий Нет Не вовремя Затеял этот Разговор У Борисовчан Похоже Есть тут шанс Кривец Под левую ногу В добром метре Над перекладиной Свистит мяч Так вот Команда Которая Выйдет В плей-офф Лиги Чемпионов Сильнейший В этом противостоянии А обеспечит Себе участие Уже Вне зависимости От того Как сыграет В плей-офф Лиги Чемпионов В одном из Групповых турниров Будет этот Плей-офф Удачный Групповой турнир Лиги Чемпионов Будет неудачным Групповой турнир Лиги Европы Понятно Да Юревич Нет Матч выкатывается За линию ворот А вот уже почти Треть часа Отыграли Команды Стартовые нули На табло Олимпийского Спортивного центра Овенского Лишь чемпионы Латвии и Беларуси Продолжают представлять Эти страны На европейской клубной арене Прибалты Так же как и мы Потеряли Всех трех представителей В Лиге Европы Случилось это Во втором квалификационном раунде Динабур Уступил израильскому клубу Бней и Гуда Металурск из Лиепаи Не сумел одолеть Белийская Динамо И Рижский Сконта Выбыл из борьбы После встреч С ирландским клубом Дерри Сиджи Сергей Сосновский Толкал там спину Мы видим Цыгарлаша Который как в основном Тут хозяйничал На левом фланге А перешел и направо Да верна информация Жигаев возле мяча Он собирается Пробить этот стандарт Вот кто там Смотрите Из окон И здания Наблюдает Заходом матча Родионов Стасевич Лехторович Юревич Нихайчик Студя по тому Как мы хорошо слышим Этот хор Надо полагать Отнюдь не Каким-то десятком Других Присутствие Белорусских Барщиков На трибунах Стадиона Ограничивается Цыгарлаш Отыграл Качанову И дальше Довольно Безобидная ситуация Ошибка Но с другой стороны Наш в центре поля Плотно встречали Юревич Космачев Мяч в подкате Перехватывает Скавыш Ну Видим Два игрока Тут рядом С грозным Бомбардером Вдоль поля Установлены Всегда В ходе Телетрансляции Это происходит Шумовые микрофоны И когда вот мяч Попадает В это оборудование Вот такой Неприятный Скрежет Звук слышен Обе тренера Оба тренера В пределе этого матча Снова Словно соревнуюсь Друг с другом Убеждали всех Какой Полноценной Очень основательной Информацией О сопернике Они Обладают Денис 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 Качанов Левый защитник В большинстве матчей Этого сезона Навин спился Но вот сейчас Мы его видим У правой бровки Нет Бутрику не удалось Сохранить мяч Арбитр Шитов Ох как же ошибаются Перемко Да Сокращал угол Обстрела Но Через 25 минут И 15 секунд После первого Свистка Арбитра И Словении Не правда ли Пока Самый Верный момент Вот только Только что Имел Юрий Жигаев Михайчик и Стасевич Надо полагать Поменялись Бровками Игорь уже слева Не кажется вам Что Сергея Кривца Сегодня Виктор Гончаренко По Лицикальной оси Ну Несколько Опустил Я не буду говорить Что так уже Однозначно Кривец Выполняет роль Опорного полузащитника Составляет Компанию Дмитрию Лихторовичу Но Все таки Я думаю Что Не так Привычно Да Для него И мы хорошо С вами представляем О чем Речь Требовал Поактивнее Поагрессивнее Сыграть На атаку Главком Батэ По крайней мере Так мне Кажется В этой В этой первой Половине Первого Таева Из Минска Под перекладину Бьет Футболист Батэ Ну и Андрей Павлов А его реакцию Его прыгучесть Мы сумели Оценить И вот за те Ну десяток С небольшим матчем Который он провел В редак Солигорского Шахтера И видим Павел Нехайщик С отклонением Корпуса Боком Он находился К воротам Метров с 11 Под перекладину Ну и посмотрите Какой Блестящий Прыжок Бросок Андрея Павлова Ну с определенной С определенной Долей натяжки Скажем Что команды Тут В двух Трехминутном Интервале Обменялись Голевыми Выпадами Чему с натяжкой Ну все-таки У Жигаева На мой взгляд Момент Явно Перевешивал Попытка Забросить Мяч В район 11-метровой Отметки И арбитры Славинии Фиксируют Нарушение Правил В центре Ну судейская Тема В этом Противостоянии Наверное Вызывает Естественную Реакцию В колледж Заходит О повторном Матче Александру Тудор Большой друг Белорусского Футбола Да Помню Как он Как там Порой Говорят В футболе Приехала Похоронная Команда Называя Определенных Арбитров Да-да-да 2004 год Финал Володежного Чемпионата Европы В Германии Удаление Глеба Калачева Все это Вы помните Но вот Будет судить Повторный матч Через неделю 5-го Августа Борисов Григорий Чиркин Да Тут Явно Он и левый Фланг защиты Прикрывает Не скажу Что впечатляют Скорости Но еще раз повторю Жарковато И Сегодня днем По 30 Гол Венспилсе Как Рассказали мне Коллеги Кстати Огромное спасибо Журналисту Сергею Олегновичу Который мне Помог Оперативно Узнает Составы Команд Цигрлаш Туда На удачу Забрасывает Но наш Центральный Защитник Не сомневается Что Ничего Придумывать Не надо И выбивает Мяч На беговую Дорожку Цигрлаш Без нарушения Правил Отерли Андрея Бутрика От мяча Чиркин В центр Космачеву Ну вот уже И защитники Принимают Участие Это Михадюк Вот Казалось бы Всего Ничего От расстояния Да От Венспилсе До родной Синеокой Ну А вот Спутниковый Телемост Барахлит Павел Нехайчик На наших Экранах Ну нет Извините Это Максим Скавыш Все-таки Наверное Двигаемся Двигаемся Друг друга Еще тут Больше Мотивируют Что ли Настраивают В конкретном Эпизоде игры Партнеры Чиркин Мяч выбивает За пределы Поля И что Нужна вновь Помощь Нашему игроку Вот На сей раз Уж точно Павлу Нехайчик В общем-то Сыграл И в мяч Чиркин Ну а потом Видите Сколь болезненно Заехал По ногам Нашему Хаву Ограниченный Участок Поля Удастся ли Выбраться Тут так Много Игроков И так Жестко Шитова Туда За боковую Линию Отправил Выбросил Поставив Кличо Соперник Ну где была И что там делала Правая рука Григория Чиркина Это уж Судите сами Игорь Цыгарлаш Он и Александр Дедов Два Болдаванина Легионера В составе Венспилса Но Цыгарлаш Привлекался уже К матчам Из-за Национальной Сборной Своей страны 25 лет Ему Поиграл за Донецкий Шахтер Шериф Зимбру Футбольный Клуб Харьков Ну такой Универсал Может и на фланге Сыграть И слева И справа И в центре Полузащиты Но так Поговорю Что Скорость У него Одно из Основных Качеств Вот до того Как началась Наша Трансляция Идентифицировал Я на трибунах И Александра Старкова Главного Тренера Сборной Латвии На грядущий 12 августа Товарищеский Звал двух Футболистов Венспилса Виталия Остафьева И Юрия Жигаева Ну Жигаева Мы с вами Заприметили Запомнили Вот хотя бы По его Тому Похожему На булитный выход Который Ну был организован Не без помощи Наших защитников Бернштанге Вы знаете В преддверии Матча со сборной Хорватии Обратил внимание Аж на 7 игроков Борисовской команды Ну вот тут уже Чудят Вблизи своей Штрафной Венспилсы Есть возможность Еще раз ударить Рикошет Уже летит Павлов В правый угол Летит В том же Примерно Направлении Но не в противоположном Как угол Как тут иначе Горить мяч Рикошет И будет угловой Максим Скаваш Наносил удар Ну успели мы там Видеть Да И мимику Реакцию Сергея Кривца Ох Какой тут сеанс Массового голосования Который Не только Подъемом рук Ну и видите Сколь Эмоционально Еще голосом Поддерживают Футболисты Обеих команд Опаснейший момент Да Борисовчане В очередной раз Напоминают нам С вами И в этом сезоне Сколько много Мячей они забили После угловых И штрафных Стасевич Подает И в очередной раз Выше всех Сорит он тут в воздухе Сергей Сосновский Цигр Лаш Ну вот пока Как-то я не знаю Или не обращаю На него внимания Вид с Римкус Абсолютно Незаметен Я напомню У него на майке Девятый номер В девяти Лига чемпионских матчах Естественно Речь о Отборочных турнирах Он забил Шесть мячей Представьте Сыграл больше Двухсот встреч В чемпионате Латвии За Венспилс Сто тридцать Два мяча забил Четырнадцать гол Но в этом чемпионате Латвии Он третий В споре бомбардиров Ну играл в Ростове В Нюрнберге В Германии В Интертуре В Швейцарии Как-то пока на него Я не знаю Уж почему Внимания и не обращал Остафьев Пришел на помощь Своим игрокам Линии обороны И из-под ноги У Максима Скавыша Мяч выбил Нехайчик Скавыш Ну видели там В центре-то Штрафной Был наш футболист Кто там Виталий Родионов Не ошибся я Но Мехадюк На сей раз там Грамотно выбрал позицию И не дал Нашему форварду С мячом Встретиться О том что Батте Уверенно Лидирует В чемпионате Беларуси Навод не маулят Как мы сейчас Кажем Напевно Про это Ведаюсь я Навод И больше Не прогадывают Да Соперников Но правда Подача у него Не очень Качественная Скажем прямо Получилось Родьков На Веремко Веремко На Родькова Ну и какие тут Разрывы в линиях Да Вот два там Нападающих Остались впереди А здесь В центре поля Побаивается Венспил с Батте Посмотрите Вроде бы команда И переходила К атакующим действиям А Шесть игроков Это уж как минимум Оставались там Вблизи Своей штрафной И едва Еще тут какой момент Впрочем Он-то и возник Рядом Со стойкой ворот Пролетел мяч Давайте посмотрим Игорь Стасевич И схитрился Там наш футболист Спиной к воротам Находясь И едва там Не чиркнув О боковую стойку Мяч Вылетел за пределы поля Бутрик Показалось мне Мяч передерживает Чиркин Даримкуса Бутрик И Александр И наш защитник Отправляет мяч На угловой Это Игорь Шитов А еще точнее Артем Радьков Транзит Так называется И фарм Клуб Венсконца Команда Которая Также выступает В элитном дивизионе Ну Кто-то Может обратить внимание На надпись На футболках Прибалтийской команды Кстати Как мне рассказали Александр Дмитраков Ну Известный В нашем футболе Мир Мире человек Сын Замечательного В свое время Вратаря Того Доктора Того Еще Минского Динава Васильевна Максимовича Дмитракова Ну Работал с Бородским Венспилс Потом приехал В дом Солигорска А сейчас вроде бы Опять Вернулся Венспилс И входит В медицинский Штаб Этой команды Ух Как там Пронзительно Была Трель Свиска Славянского Арбитра И рывок То он ускорение Там сделал На славу Дарко Чеферин Ну вот тот же Андрей Бутрик Пока Который Лишь так Полунамеками Как-то Обозначает Свои качества Которые Ну как утверждали Коллеги из Латвии У него много Симпатичных Вировых качеств Он в преддверии Этого матча Сказал При всем уважении К Бате Это команда Не из Англии Италии И Испании А в нашей Команде Играют футболисты Национальных сборных Опытные Сильные игроки Которые предельно Мотивированы И вспомнил Как несколько лет назад В шестом году По-моему Во втором Коллекционном раунде Кубку и Фадила Было Они достойно Сыграли С Ньюкаслом В Англии 0-0 А здесь дома 0-1 Проиграли И сказал Ну Ньюкасл куда более Клуб именитый Мощный Чем Бате Почему Мы должны думать Что у Увенского Мало шансов Противостояния С Бате Вот и такие Тут параллели Были оценки Ну пока Тут все это Возле бровки Даже без Намека На остроту Надеюсь Что-то еще Не безинтересное Успеваю вам Сообщить Ну вот Стасевич Тут видим Да Сразу несколько Обманных Движений И Там поворот На 90 Чуть больше Градусов И ровно 5 минут До окончания Первого тайма Были моменты У игроков Обеих команд Для того Чтобы открыть Счет Но Моменты-то Эти Конами Лишь И остались Ну наверное Есть несколько Комендаторских Традиций От которых Несмотря на то Что заслуженно Мы говорим Консервативный Такой жанр Надо и Хочется вносить Что-то новое Но есть какие-то Моменты Которые наверное Не грех Продолжать Развивать И дальше Это и о том Что наверное Совсем скоро Будет кстати Сообщить Кто там в запасе У команд Пока Цыгерлаш В нашу штрафную Мяч забрасывает Болельщики Венспилса Игроки Конкретно Андрей Бутрик Требует От славянского Арбитра Пенальти Здесь и сейчас Итак Запасные игроки Баты Александр Гутер Александр Володько Александр Лумон Александр Павлов Максим Бардачев Валимир Жевский Аганес Гуарян Надо полагать Что имена Фамилии Резервистов Команды Романа Григорчука Вам мало о чем скажут Но тем не менее Вы понимаете Я обязан назвать ее Галкипер Марис Элтерманис Артис Лаздинш Алексей Вишняков Игорь Савченков Иван Шпаков Жан-Поль Нендеке Камеруни Центральный защитник Жау Мартинш Преопритение Игрок из Мозамбика С португарским паспортом Ну вот Виталий Родионов Заработал горчичник За эту атаку Юрия Жигаева Один-один у нас По предупреждениям В первом тайме До окончания Основного времени Которого Чуть более Трех минут Сегодня 11 матчей Третьего квалификационного раунда Ну все они стартуют позже Ну впрочем Не буду собой подменять Отбирать хлеб У коллег из АТН Естественно Только исключительно Матчей в Ясплосе Мы сегодня будем вам рассказывать Вот справа видим туда Один Игорь Стасевич Партнер Идом же Стасевич Сместился в центр А справа уже Кто это? По-моему Артем Рачков Предлагает свои услуги Но фалят на подступах К штрафной Андрея Павлова Его партнеры Полевые игроки Дмитрий Лихторович Вот видим Как его тут зацепил Григорий Чинкин 477-й матч Считаем Тут кубковые встречи За сборные Чемпионаты Беларуси Ну элитные матчи Вот такой Отменный показатель У Дмитрия Лихторовича Совсем скоро и будет заветная Отметка 500 матчей Станет он действующим членом клуба Сергея Олейникова Это еще впереди А пока мы видим На 44-й минуте У Борисовченко Шанс какой? Метров 25 до ворот Над стенкой И над перекладиной Летит мяч И дальше передает Привет нам Рекламному счету За воротами Оценили Наверное Не только Наши земляки Но и Болельщики Венскуса То как был Исполнен этот Штрафной Мне тут даже До какого В какой-то момент Показалось Что и мяч Там в голову Попал Футболиста В стенке Но надо полагать Лишь показалось Сколь наблюдаем Удар от ворот На разных форумах При двери этого матча Ну когда готовился К репортажу Собирал информацию Признаюсь Было очень Интересно наблюдать И пикировку Болельщиков В двух команд Аргументы Которые И поклонники Венскуса И фанаты Батте Добавляли в актив Что ли Своих команд Ну вот поклонники Батте Вспомнили Что в 19 июня В Лиепае Был товарищеский матч И Батте разгромил Металлург 4-0 И тут же вспоминали А всего через 3 дня Металлург 2-1 Там же в Лиепае В матче чемпионата Латвии Обыграл Венспилс Поклонники Балтийской Дружины Говорили Ну что обращать Внимание На товарищеский матч Тренеры решали Свои задачи Но тем не менее Вот из 4-х Тех Борисовских Мещей Два были на счету Аганесса Гаарьяна Так что не удивлюсь Виктор Гончаренко Виктор Гончаренко Даст ему шанс Итак 46 минут Все мы видим Все замечаем 46 минут Будет продолжаться У нас Первый тайм Этой встречи Ну конечно же Тут даже не хочу Говорить банальные вещи Мы с вами Прекрасно понимаем Что и тренеры Вырабатывая Каждый из них Свой план на эту игру Имел ввиду Что будет еще И повторный матч Все это нам понятно Ну и понятно То что Сколь высоки ставки В этом Третьем Отборочном Раунде Третьем Калификационном Раунде Называю точнее Как это и должно быть На самом деле Лиги чемпионов Естественно Имея ввиду Тут и Спортивный момент И Ну что ж Мы уж такие Бессеребренники И естественно Очень-очень Даже приличные Премиальные Которые у Ефа Выплачивает Каждая из команд Там Набранные очки За выход В следующий круг Наверное Вот последняя Да Тут Наиболее верным Будет сказать Ну конечно же Друзья Моральный момент Увидеть Лигу чемпионов Но эти незабываемые Мгновения Дни Матчей Из осени 2009 года Да конечно же Всем нам с вами Хотелось бы Совсем скоро Как можно скорее Пережить Вновь И вновь Ну что же Первый тайм Был Наполнен Единоборствами Борьбой Может быть С точки зрения Зрелищности Игры Есть тут Какие-то вопросы Может быть Эстеты Которые Ну Ожидали увидеть Куда более Яркое зрелище Как-то так Немножко И Неполное Удовлетворение Испытывают Но мы с вами Понимаем Турнирную Стратегию Еще раз говорю Тут Ни Америку Ни иные континенты Ни через форточку Ни через что-то другое Не открывают Что зря Сотрясать воздух Итак Все понятно Ставки высоки Больно многое Стоит на кону И Констатируем Перед тем Как уйти на перерыв Лишь то Что после первого Тайма В этой встрече Забитых мячей Нет перерыв И вновь Мы продолжаем Прямой репортаж Про Матчика Третьего Квалинка Канцовного Рамда Лиги чемпионов Вент Бате После Первого тайма Нет Забитых Мячей Ну Был один Сто процентный Момент У хозяев Поля Когда Вблизи своей Штрафной Совсем простой Ситуацией Ошиблись Борисовчане Ну Войдя в штрафной С очень Удобной позицией Тем не менее Юрий Жигаев Ворота Не попал У Борисовчан Пожалуй Побольше Было моментов Ну может Они не такие уж Абсолютно Сто процентными Были Запомнился Удар Защитника Головой Под перекладину Когда Андрей Павлов Вытащил мяч Из-под перекладины Ну Были еще Как минимум Еще раз повторю Два-три Неплохих Момента Знаю Что Андрея Павлова Не прочь Были Руководители Золигорского Шахтера Оставить Редакции Команды Там поначалу Была аренда На полгода Но Основной Вратарь Сейчас и сборная Латвии И Венспилса Андрис Ванин Совсем Недавно Перешел в ряды Швейцарского Сьона Ну и естественно У Павлова Появился вариант Стать Первым Вратарем Не на скамейке Сидеть Ее полировать А постоянно играть В Венспольском клубе И он Решил Вернуться В Латвию Ну не знаю Как Тем из вас Кто смотрел Весь первый тайм Но мне Показалось Что Несмотря Вот на Все разговоры Игроков Тренеров Венспилса О том Что Батэ при всем Уважении К этой команде Явно им этот Орешек по зубам Все таки Венспилс В первом тайме Явно побаивался Наших Пятикратных Чемпионов Команда Совсем Небольшими силами Атаковала Было Несколько Характерных Моментов И мы Обращали Внимание Ну казалось бы Играя дома Понимая Что да Основной Наверное Шанс Чтобы на что-то Рассчитывать По сумме Двух матчей Здесь На поле Олимпийского Спортивного Центра Не Рисковал Абсолютно Венспилс И Ну на каком-то Отрезке Первого тайма Не знаю Как у вас У меня И сложилось Такое мнение Что вот Если сумеет Батте усилить Давление Добавить В своей Наступательной Более агрессивной Игре То Наверное Многое тут уже Станет ясно В этом Двухматчевом Противостоянии Здесь Непосредственно Венспилс Ну Может быть Спорная позиция Но по крайней мере Мне так кажется Еще раз Приношу вам Извинения За то что К сожалению Тут частенько Как мы говорим Рвет Картинку Естественно Все это за пределами Родной Беларуси Все эти неисправности Проблемы Происходят Напомню Что славянская Бригада арбитров Дарко Чеферин Ее возглавляет Помогает ему Андрей Коколь Боя 0 Работает в этом матче Делегат УЕФА Валиец Питер Рис Работу арбитров Будет оценивать Наблюдатель Битош ПИФА Джон Мартин Англичане Ну а это Роман Григорьчук Главный тренер Венспелсе Да не забуду Запустить и свой Секундомер При всем при том Что нам тут О времени регулярно Напоминает Напоминают И В углу Кадра И так Серо-черное Ну абсолютно Непривычная Для глаза Форма Еще раз Обращаю на это Ваше внимание В этом матче У футболистов Батэ В свое время В составе Венспелса Играли и ныне Рефери ФИФА Владислав Безбородов Вы помните У нас Минская Динамо Шахтер Минская Торпеда Игорь Слесарчук В пятом году Кстати он стал Лучшим Гвардиром Чемпионата Латвии Помним мы его По выступлениям Также и в нашем Родном Белорусском Чемпионате Стасевич Выход Выход Подсказывают Партнеры Выход таким Быстрым И точным Не получается Юрьевич Оставляет Пять Центральному Защитнику Ну и Все тут Грамотно Делает наш Стоппер Видите От ноги Витца Римкуса Или мне это Показалось Ну Артем Радьков По крайней мере Так задумывал Вылетел Мяч Да Не ошибся Остафьев Бутрик Но справа Предлагает Свою Слове Качанов Получает Фланговый Защитник Мяч Бутрик Римкус Все смотрят На Ассистента Рефери Вот он За кадром Тут оказывается Андрей Бутрик Отличился В каждом Из матча С Дюди Ланджем С Дюди Ланджем Извините Клубом Из Виксембурга Во втором Курликационном Раунде 26 лет Ему Нападающему В январе Находился На просмотре В шотландском Клубе Инвернесе Кстати Этот клуб Вылетел Из шотландской Премьер лиги Ну а вот В начале Августа Поговаривают Бухареский Рапид И его Приглашает На просмотр Ну наверное уже Многие из вас И провели Какие-то Сравнительные Характеристики Македония Венспилс Венспилс Македония Как Смотрятся Относительно Друг друга Соперники Беларуса Вот на старте Очередной Лига чемпионской Компании Да пока тут Страны И города Если судить По названиям Клубов Приходится В известном Смысле Покорять Батэ Страну И город Видится Македония Точнее Будет сказать В первом тайме Евгений Космачев И Денис Качаров У Венспилса И Виталий Родионов У Батэ Были предупреждены Арбитром Итак Четвертая минута Второго тайма И хозяева поля Получили право На штрафной удар Юрий Жигаев Правой ногой Забрасывает мяч И Веремко Посмотрите Практически В упор Его расстреливал По-моему Это был Игорь Цыгарлаж Браво Веремко Вот казалось бы В игре Где все-таки Так по совокупности Батэ был ближе К успеху Многие понимаем Откроет счет Батэ И как тут Существенно Все может измениться И тем не менее Даем возможность Игорю Цыгарлажу Да Я не ошибаюсь Тут Ну Лехторович Последний Скажем так Противостоял Из-под нашего Капитана Дальше там Справа вылетел Цыгарлаж Римкус Но пока посмотрите В начале второго тайма Как добавил Венспилс Едва ли вот За эти неполные Пять минут Команда Наносит больше ударов Чем за Первую Сорока пяти минутку И Веремко Тут понимает Что возможно И Повышенными Децибелами Можно как-то Вновь Привести В чувство Партнеров Знаем часто Да В игровых видах Спортов Футбол Не исключение Тот или иной Соперник Полагая Что может быть Еще полной Концентрации Да После перерыва В рядах Конкурента Нет И вот таким Не скажу Что психической Атакой Вспоминаем Известный Советский Легендарный Фильм Да Таким Таким вот Сверхактивным Натиском И Добиться Моментального Успеха Ну как бы там Не было Исключительно Сергей Веремко Успел Переместиться В левый От себя Угол И ну Просто от верного Гола Спас команду На сей раз Уже штрафной Исполняет Наш чемпион Сказалось бы Совсем скромное Из двух игроков Стенка Но мяч В нее попадает Ну наверное До конца Было тяжело Максу Несмотря на то Что так активно Ему партнер Советовал Скавышу Сражаться там С явно Превосходящими силами Соперников Дальше там пытаться Что-то выжать Ну потерял он Мяч наверное В ситуации Где сохранить То было Ох как трудно Остафьев Кто там справа Бежит 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 Как партнер Подсказывает Юрий Жигаев Остафьев 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 Космачев Да как мы предполагали Два опорных полузащитника Увенск Увенсклся Нервничать И так тут переживания В начале этого Второго тайма Хватает Когда чересчур Уж много Табаты Стал позволять Венспилсу Ну уж Извините Поклонники Команда из Латвии Ну так Наверное Большинство Белорусских Болельщиков Вот те эпизоды После перерыва Оценивали На передаче Это была Центр Зрячая Но хорошо Тут только сыграл Старша Цилиншек Недавно Скал двумя руками И двумя ногами Будет за то Чтобы принять Гражданство Латвии Если его услуга Будет заинтересована Сборной этой страны Павел Нехайчик Туда На Максима Скавыша В центре Делал передачу Нам еще и еще раз Разных точек Дают повтор На Родионова Родионову Адресовался Этот Пас Седьмой номер Фланговый Защитник Венспилса Серб Саша Цилиншек 27 лет Играл в Польше За Гроцлен И за Таврию С лета 2007 года С Даби Венспался Шесть сезонов В воеводине В 16 лет Кстати Дебютировал В этом тогда еще Югославском клубе Поиграл за юношеские Разных возрастов Молодежную Сборную Югославии Доходил до полуфинала Чемпионата Европы Нехайчик Лехторович Видим Придержался Скавыш Дабы Не оказаться В положении Вдеигры И на грани Тут С автоголом Можем оценить То что делал Ликвидируя Как принято говорить Опасный момент У своих ворот Из-под ноги У Скавыша Денис Качатов Мяч Посмотрите Как выбивал Рискованно Итак 10 минут Уже у нас Отсчитал Секундомер После перерыва По прежнему 0-0 В матче Венспилс Батэм Саша Цилиншек На переднем плане Пока еще Серб Не житель Латвии Не гражданин Латвии Лехторович Стасевич Мы видим тут же Вот и Сергей Кривец Рядом Вот тут Футболист Который владеет Мячом Сделал движение Вновь отыграл Ему мяч Направо Это Шитов Смертный 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 слева никого нет ну а там правда не успели мы увидеть был контакт, не было с помощью не без помощи соперника игрок в серой футболке оказался на газоне естественно все в этом мире относительно, но вот не без удивления понятно, что футбол умеют играть все на уровне клубов, на уровне сборных но вот Роман Григорчук подчеркивал, как его удивила организация игры люксембургского клуба Дюди Ланжа который во втором коллекционном раунде извините, противостоял Венспилсу не знаю, с чем сравнивал так давая столь лестные оценки Дюди Ланжу Григорчук Кривец повел толчок а это Виталий Родионов держится за лицо но ему вот в этом стыке это уже потом наш игрок там видели через себя мяч перебрасывал Григорий Чиркин несколько слов о нем я вам уже говорил в первом тайме но в свое время считался одним из одним из самых талантливых молодых игроков 86-го года в России ну не зря за молодежью сборной странно играл ох там головой в бровь увидели как Родионову Космачев по-моему заехал пока Лехторович слева тут управляет мяч но буквально в три секунды держала картинку вновь рвет и рвет есть своя студия телевидения в Венспилсе но городок совсем небольшой меньше 45 тысяч зрителей но вот коллеги газетчики которые там находятся непосредственно на стадионе насчитали пять телевизионных камер которые осуществляют эту телетрансляцию Игорь Шитов Витц Римкус два подряд крупных плана режиссер трансляции предлагает нашему вниманию вот Стасевич в центре нет направо переносится вектор развития этой белорусской атаки кревец Стасевич там по-моему ну вот синий на желтом тут нет проблем с идентификацией о номерах Игорь Цыгарлаж Ага вот у нас и замена произошла новобранец Венспилса вступил в игру 23-й номер Жау Жора Жора Сделется мяч по траве глядится скорость ну и видим там в метре полутора рядом со стойкой пролетает в метре в метре КОНЕЦ Сфалили наши начерки и видим готовить замену и Виктор Гончаренко. Вот здесь справа вышел из кадра. Успели заметить, кто конкретно из наших игроков? Остафьев, нет положения вне игры. Жигаев налево. Опаснейший момент. У ворот Бате. Ну а для Веримко-то мяч становится совсем легкой добычей. Вы знаете, не удивлюсь, если Александр Володько появится в составе нашей команды. Да, так и происходит. Ну, видит Бог. Я на самом деле на том плане не успел его заметить. Заменяет он Дмитрия Лихторовича. Так, оглядываясь назад, словно кто-то может и подсмотреть, и подслушать Виктор Михайлович. Там уж самые последние наставления полузащитнику, которые, надо полагать, судя по замене, будет играть в центре полузащиты. Но узнаем, что во фланг нередко смещается Володько, даже, так сказать, при изначальной расстановке в центре полузащиты. Но вот, очень хочу ошибиться, но под самый срыв картинки открывает счет Венск. Так же, как и вы, так по ощущениям, что мяч летел в верхний угол после удара Григория Чиркина, вот и прервалась такая симпатичная, завидная, сухая серия Батэ. Ну, давайте-ка-то в повторе посмотрим, что тут случилось. Вот Чиркин сходу слет убьет, камера не успевает повернуться и видим, как здорово попал-то, а? Да, посмотрите, тут под перекладину точно в самую девятку вонзился мяч, но тут к Веремко нет никаких вопросов. И причем, ну, посмотрите, конечно, как он все тут решительно, там доли секунды не промерлил, и было желание его накрыть, там висел на ноге, там буквально кто-то из наших игроков. Но вот, не знаю, из разряда для Батэ несчастного случая, сверхфортового, счастливого для Венскоса, просто попал на удивление Григорий Чиркин. Итак, на 65-й минуте счет стал 1-0. Вы помните, 27-го мая Батэ проиграл Шахтеру, а затем на выезде победа 2-0 над Репо, дома над Жодинским торпеда 3-0, на выезде над Гобелем 3-0. И 2 выигрыша по 2-0 над Македонией. Ну, вот тут продолжительная сухая серия, но и в Лиге-то чемпионов 3 матча команда не пропускала. Ой, попал так попал. Тут Веремко, видите, ну, не знаю, трудно нам судить вот еще в этой, в этими техническими проблемами, чего так. С другой стороны, ну, чтобы спасло, да, метров-то до ворот за 30 было, это уж точно, но вот почему-то там правый от себя угол сверхнадежно прикрывал Сергей Веремко. И практически вся площадь ворот оставалась слева от него. И лишь поворотом головы и этим лихорадочным взглядом он проводил полет мяча. Помните, на финише Лиги чемпионов 10 декабря в Турине сыграли наши 0-0 с Ювентусом, откуда три матча взялось-то. И последний матч 25 ноября Рауль на седьмой минуте, когда в Минске Батте Реалу проиграл 0-1. 263 плюс 65, 328 минут. Все, сухая серия именно таковой финально получается у Батте в Лиге чемпиона. Да, вот как-то пережили крайне неприятные минуты в начале второго тайма, когда полагали, что Батте должен усилить. И вот-вот прорвет, забьют, мешок развяжется, поплывет Венспилс. А оказалось, все с точностью наоборот. После выхода из раздевалок хозяева поля сумели прибавить. Вспомните, какие там пожары возникали в наших оборонительных порядках. Ну, все, вроде бы, самое страшное оказалось позади. Ну, и потом, еще раз повторю, ну, просто чудесно попал со сверхдальней дистанции Григорий Жигаев. А, Юрий Жигаев. Кстати, как рассказывали коллеги из Латвии, в матчах чемпионата этой страны он забивал просто, как они сказали, сумасшедшие, вот подобные, подобные мячи с центра поля. Вот тот самый Жигаев, да, который у нас там один вдоль, вываливался, скажем так, в начале игры. Классный момент, упустил 23 года полузащитнику, свой местный из Латвии. Неправильно атаковал Стасевич Качанов. Капитанская повязка перешла к Юревичу. Именно Александр делал поперечную передачу на партнера. Чиркин. Да, Григорий Чиркин, я, естественно, сразу, что мы правильно определили, не Жигаев, я оговорился. Ну и вы знаете, похоже, тут заменные нам этим титром погорячились. Из коллеги Венспилса и поспешили. Не вышел мазамбикец, португалец Жоао Мартинш на поле. По крайней мере, если верить официальному сайту UEFA. А не верить им, оснований у нас нет. Володько бьет и тут, видим, принимает удар на себя Космачев. Капитан Венспилса. Играет и за молодежную сборную своей страны. Ему всего 21 год. Дебютировал в национальной. И, если не ошибаюсь, смотрины в Мальорке. Он проходил. Ну вот тут вдвоем, посмотрите, да, как бросаются под мяч после удара Александра Володько. Да, тут компанию Космачеву Качанов составлял. Ну вот справа увидели и Александра Дмитракова, нашего земляка, о котором я вспоминал. Вот, показывает он тренером, что не сможет напорный полузащитник, капитан, продолжить игру. Честно говоря, насчет Мартинша сомнения сразу появились. Как-то этот титр там постоял 2-3 секундки и не было понятно, а кого Мартин заменил и сразу исчез. Хлорытил в действии. Туда сейчас перво-наперво убрать болевой синдром. Хотят представители медицинского персонала Венсплесса. Шитов. Кирилл Юрьевича тут в центре никто не встречает. Там и Кривец, и Родионов, и Скавы штрафной были. Он из Торсевич. Рядышком нет. Кривец там сражается на планге. Меньше 20 минут до окончания матча в Венсплессе. Артис Лазденьш. Он полузащитник, так же, как и получивший травму Космачев. 23 года ему. Успел поиграть и за океаном. Есть там такой клуб Черноморец Нью-Йорк в США. Ну и едва ли не через 5-6 клубов Франции прошел. Просмотры у него были и в Лиле, и в Сашо, и в Натси, и в Страсбурге, и в Меце. Стасевич Юревич. Дальше было не проще тут слева участвовать в атаке своей команды. Направо летит мяч. И убегает Жигаев. Наверное, отдавая должное, да, что до последнего там и наши в штрафной сражались. Ну, наверное, как-то непонятно. Не совсем решительно, как хотели, наверняка, от него, как и должен был действовать Жигаев там в концовке. Ну, к счастью, для Бата, естественно, поступил четвертый номер. Венсплесса. Не самые парламентские выражения там в его адресе явно раздавались. Юревич, Стасевич. Юревич перешел играть в центр полузащиты. Ну, и этот вариант для Бата уже опробированный. Наигрыванный! Ох, посмотрите, там Павлов с досады, как саданул рукой по стойке. Паша Нехайчик туда все смотрит тревожно. Не меняли, заменяют. Максим Бардачев. Перевод Юревича с позиции крайнего защитника в центр полузащиты уже Виктор Печеренко не раз предлагал нашему вниманию. Ну, вот сейчас Хава заменил оборонцем. Не зря вот так Павлов Нехайчик тревожно всматривался туда к ромке поля. Явно его крупный план, который своевременно выхватил режиссер, иначе тут и не скажешь. Там в глазах, ну, по крайней мере, я читал эту тревогу, явно, наверное, не хотелось быть замененным. Ну, есть еще время, и, наверное, есть у нас основания, ну, извините уж за эти также, наверное, слова, нелишенные налета банальности. Надеются на то, что, безусловно, и опыт Баты, и класс могут тут вот в этом конкретном, на конкретном уже совсем-то небольшом по продолжительности отрезке матча сказаться. Это, естественно, забитый мяч в гостях. Многоточие оставлю, все и так понятно. Ну, а пока, пока видим, вдовь тут надо думать больше об обороне. Вновь совсем небольшими силами атакует Венспилс, 4, ну, 5 игроков с трудом мы тут можем насчитать вблизи штрафной Сергея Веремко. И еще раз вспоминаем, что на 64-й минуте счет открыл Григорий Чиркин, когда просто фантастическим по силе и по точности ударом с 30-35 метров, наверное, примерно так, послал мяч в левый верхний от Сергея Веремко в угол ворот. Ну, Коль Юревич перешел играть в центр полузащиты, да, понятен нам и выход именно вместо Нехайщика на поле Бордачева. Максим тут сейчас будет на левой бровке, как мы это видим, и происходит действовать. Григорий Чиркин, я все-таки футболист, который счет открыл с 2009 года в Венспилсе. Прошлый сезон провел в Барнаульском Динамо часть сезона и в футбольном клубе Рига. Воспитанник футбольной школы московского локомотива. Чем недоволен Саша Цилиншек, вы понимаете? Родионов. Хлестко пробил Виталий. Еще раз и на этом повторе мы можем оценить решительность его действий. Жигаев пытается мяч себе протолкнуть на ход в подкате, однозначно в мяч играет Сергей Сосновский. И Иван Шпаков, еще один российский легионер в составе Венспилса, может сыграть в атаке, может сыграть в полузащике. В крыле Советах Самарских, в Шиннике он играл с апреля 2008 года. Вот Шинник его отдал в аренду Венспилс. 23 года Ивану Шпакову. Играл в составе юношеской сборной России было и такое. Ну, заменил Андрея Бутрика, который, честно говоря, вроде о нем читал. Там сплошь восторженные какие-то комплиментарные отзывы, а и близко. Он их не оправдал. Шпаков вместо Бутрика. Жигаев. Мы видим Римкус. И еще так правее по фронту атаки, по-моему, Денис Качанов был. Но вот только-только Иван Шпаков вступил в игру. И посмотрите сразу, какой случился эпизод с его участием. Вот так Игорь Цыгарлаш забросил ему мяч на ход. Юревич. Бордачев. Родионов там также слева был, рядом с Бровкой. Кривец простреливает вдоль ворот. Бордачев. Веремко. Не знаю, в чем тут дело, но пока, на мой взгляд, не лучше свой матч проводит Батте. Естественно, тут все итоги точки нады будем расставлять вечером 5 августа, после повторного матча команд. Вчера-то увидел, услышал, наверное, так же, как и вы, интервью с несколькими игроками Батте. Абсолютно они не согласились, что сломавшийся автобус по пути в аэропорт Минск-2 может служить каким-то плохим знаком, предчувствием беды. Признаю, честно, подумал. Вот чувствуется подход, что не ищут каких-то возможных чему-то объяснений, понятно, в какой сфере области, а уверены в себе, и это качество не может не вызывать уважения. В автобусе ли дело? Не в автобусе ли? Мы узнаем еще все-таки, вон, больше 10 минут до окончания только основного времени, когда уже станут понятны окончательные цифры на табло. Естественно, когда узнаем Виктор Гончаренко, как оценит действия своей команды. Вот тут Бордачев, кревец рядышком, Сергей мяч получает. Благо упал соперник, а так бы пас чужому, мы сказали. Ну, Виталий Родионов все-таки призывает так откровенно не тянуть время. Игорец Игорлаша. 25 лет ему, ну, считается одним из самых ярких и креативных игроков. сборной Молдовы, вот этого возраста, этого поколения. Качанов. Очень понятно, что делал Шпакова вначале, кому-то себе на ход пробрасывал, но поборолся за мяч, посмотрите, в конце, в конце. Бордачев. С Кавашу пытался мяч перевести. Заканчивается 37-я минута второго тайма. Венспилс выигрывает в родных стенах у Бате со счетом 1-0. На 64-й минуте просто фантастический. Я даже сказал, невероятным ударом с центра поля. Ну, за 30 метров это было уж как минимум, это уж точно. Сорвал паутину в девятке ворот Сергея Веремко, Григорий Чиркин. Каким-то особым упорством, нередко и непонятно откуда взявшись непредсказуемостью, отличаются встречи соперников секс-советского пространства. Может, кто-то из молодых-то наших уважаемых зрителей и не понял, что там имел в виду комментатор, когда говорил о том, что все-таки особый подтекст у этих матчей и примеров этому вагона маленькая тележка. Алексей Вишняков, такой созидательного плана, полузащитник, у него на майке 11-й номер, готовится вступить в игру в эту игру в рядах Венспилса. Ему 25 лет, играл из-за спонта, но так чаще он играет на фланге. И вот заменяет главного героя на эту секунду отчетная встреча. И вот подвыход Григория Чиркина. Еще раз посмотрите. Но повтор меня убеждает, наверное, все-таки насчет 30 метров. Я и погорячился, так уже меня просто впечатлили. Просто невероятная сила и точность этого удара. Но, может, и поближе к воротам находилась эта точка, с которой нанес этот голевой удар Григорий Чиркин. Ну, естественно, тут то, что он решение ударить принял мгновенно. И все делал в один темп. Даже еще скажу, еще быстрее. С известной условностью, естественно, мы будем воспринимать эту сентенцию. Сыграл действительно неожиданно. И Веримко, да, и мало кто его из партнеров ожидал, что вот из этой ситуации там была нога на ноге, что ли, там висела стык был. Контактный был момент, а тем не менее, вот, исхитрился ударить. И такой чудо-удар получился. Кривец. Бордачев. Волочко. Вылетает мяч от Жигаева. За пределы поля. Наверное, там арбитр не игру рукой, а опасную игру фиксирует. Ну, как бы там ни было, мяч передается Венспилсу. Ну, и вот мы видим арбитр из Словении. Там обменялся с репликами, репликами с Максимом Сквышом насчет этого эпизода. Дарка Чеферин, главный судья у нас сегодня в этой встрече. Нарушает правила здесь, встречая Алексея Вишнякова, наш капитан во втором тайме, Александр Юрьевич. И Виц Римкус, видимо, устанавливает мяч, получает также очевидное, понятное всем предупреждение от арбитра. Без свиска не бить. Ну, вот тут Жигаев так показывает, что он ни при чем, но еще раз повторю, он главный исполнитель стандартов. Да, Жигаев и бьет. Наверняка предупреждал Виктор Гончаренко своих игроков, что вот Юрий Жигаев чаще всего выполняет подобные штрафные удары. Отыграл Шпаков назад, сам набирает обороты. Римкус. Александр Алумона. Нападающий. Появляется на поле у Батте. И, видим, заменяет он Виталия Родионова. Виталия Родионова. И, видим, заменяет он Виталия Родионова. А Александр Алумона. И, видим, заменяет он. Жигаев тут по-прежнему активничает на правом фланге. Туда, налево, там и Римкус, и Шпаков были. Адресовалась эта передача Юрия. Не знаю, кто-то из вас согласится, не согласится со мной, что не лучше Мачу Батте, что все-таки мы знаем, что команда способна показывать куда более содержательную. Вот, наверное, этот эпитет будет более всего уместен. Мы говорим не о результате, не о красоте, а именно о содержании. Ну, и знаем сами, кому не показывают полработы. Посему, естественно, доживем до 5 августа. Неужели и Бордачеву карточку покажет арбитр? Давид и Голиаф не хромает это сравнение. Вот когда вновь мы в повторе увидели рядышком Жигаева и Бордачева. Да, и здесь Горчичник. По-моему, Шитов и Сосновский получили на его Батте карточки в домашнем матче с Македонией. Итак, Игорь Стасевич возле мяча. Ну, столько замен было во втором тайме, наверное, 3 минуты уж точно, как минимум, должен добавить арбитр. Плюс 2 минуты. Анастасевич, Кривец. Делает партнер тут слева забегания, предлагает свои услуги через центр. С Анастасевича развивается атака. Юревич. Да, Македония Венспилс. Ну, пока с городом получается менее удачной, чем со страной. Я о названиях футбольных клубов. Скавыш. И мне также, как арбитру, показалось, что от Качанова мяч вылетел на беговую дорожку. Минута до окончания уже добавленного времени. Анастасевича бардачок выкидывал, но это уже не суть важно. Не завял сухой лист, но в рамку мяч не попадает. Да, не зря Виктор Гончаренко в преддверии этого матча не раз призывал болельщиков не забрасывать никого шапками и с уважением. Как и всегда надо к любому сопернику и конкретно относиться к Венспилсу. Но сегодня все-таки, на мой взгляд, не Венспилс превзошел все наши ожидания. По теннис играл так, как может и так, как приучила нас эта команда. Она действует еще раз повторяю. Тут я веду речь исключительно о содержании матча. Артему Радькову. Еще одно предупреждение показывается в этом матче. Выносится, точнее. Сегодня тут у нас целый листопад. Родионов, Бардачев, Радьков. Ну, наступил, да? На ногу Алексею Вишнякову. Да, похоже, что этим штрафным все и закончится в этой встрече. Видите, секундомер уже 93-я минута на исходе. Ну, футбол, мы с вами знаем, да? Явление тонкое, непредсказуемое. Извините уже за тут какие-то сравнения, параллели. Не буду там делать каких-то долгосрочных прогнозов. Так уж уверенно говорить, что будет 5-го августа. Но то, что куда более слаженную, организованную игру покажет Батте, в этом я почему-то не сомневаюсь. И при той, как всегда, яркой, бешеной поддержке, которая обеспечена Батте в родных стенах. Ну, будем верить в лучшее. Алумона. Из огня, да, в поломерок. Из холода, да, в огонь, да, как-то так бросало в ходе этого матча, вспоминая, как по хронологии тут обменивались команды острыми выпадами. К сожалению, Батте проигрывает. Проигрывает Венсковсе со счетом 0-1. 64-я минута оказалась решающая, когда Григорию Чиркину удался... Вот нам еще раз там показали, его заменили в середине второго тайма, уже возле скамейки запасных 15-го номера Венсковса, когда удался ему просто поразительный... Ну, вот кто-то скажет, да, да, еще 10 попыток, и сколько раз у него получится вот так здорово в самую девятку, в противоборстве, да, в контактном таком стыке с соперником попасть в девятку. Не легче от этого, вы правы, ни футболистам Батте, ни многочисленным белорусским любителям футбола, но еще раз, пока лишь первая серия этого противостояния становится достоянием истории. И вот еще раз мы видим этот момент, когда действительно не может поверить и Веримкову. Вот сейчас на этом повторе еще раз мы с вами, наверное, оценили этот взгляд Сергея. Как это могло случиться? Не верь глазам своим. Что-то из разряда, наверное, и подобного. Итак, Венсков содержит победу 1-0. Ну, как хочется, чтобы быстрее, наверное, наступила пятка августа, но еще целая неделя. И в ходе этой недели, напоминаю, в субботу не воспользовался Виктор Гончаренко. Право, может быть, перенести матч по Гелеве из Днепром на воскресенье, посчитав, что лучше будет более полезно иметь один лишний день на подготовку к повторной встрече с Венсковцем. С удовольствием называю коллег, которые работали на приеме этой трансляции. Звукорежиссер Татьяна Сергушева, режиссер Андрей Пинчук, редактор Татьяна Подберезская, ассистент режиссера Петр Подберезский. Еще раз примите извинения за срыв картинки. Комментатор Владимир Новицкий. Всего вам доброго.